Всем привет! Вот практически я создаю копию 32-битной версии Linux Mint X-Face. Как видите, менюшечка вся на русском языке. Сейчас закончится и будем проверять. Итак, создание закончено. Образ получился размером 2,15. Ну, сюда практически все самое необходимое вошло. Сейчас мы его просто-напросто проверим. Возьмем его и подключим. У меня тут уже кое-что было. Просто на английском языке, а все остальное на русском. Ну, вот практически Linux Mint X-Face загрузился. Я его настроил, он нормально, так сказать, настраивается. Ну, можете поменять себе, сделать другие там настройки рабочего стола. Ну, скажем так, зависит от вас. Там можете откуда-нибудь там скачать, там добавить. И, как говорится, будет вам счастье. Вот таким вот образом. Значит, сборочка получилась неплохая. Практически весь мой джентльменский набор программ здесь присутствует. Поэтому, значит, могу вам порекомендовать. Довольно-таки шустренькая. Ну, и самое главное, значит, поставлены и настроены все самые необходимые программы. Вот программа System Simple Scammer Coder. Я сейчас записываю экранчик. Open Shot, значит, я могу, значит, редактировать видеофайлики. Все готово, только подгружаете в видео и начинаете редактировать. Ну, работает программа телевидения. Дальше, значит, новая финтифлюшка. Отварите. Это, значит, слайд-шоу. Вот такая вот приятная штучка. В любой момент кликнули. Все. Ну, единственное, я поставить-то поставил, а на панельку не вывел. Ну, сейчас мы наберем это дело. Ну, вот он, голубчик. Добавить на панель. Сюда его. И вот мы сейчас его переместим. Вот сюда. Это панелька подобная гномовской. Вот такие вот красивые, яркие и сочные значки. И по ним вы тут бегаете, там так же смотрите. Тот же, так сказать, вид загрузки, запуска программ. Ну, скажем так, особенно для людей, у кого не очень хорошее зрение. Это, я считаю, что нормальный выход. Значит, Google Chrome прекратил выпуск броузеров для 32-битных версий Linux. А вот Chromium, его выпуск не прекратился. И поэтому, значит, практически тот же Google Chrome, но называется несколько иначе. Chromium, он, значит, поддерживается. Вот тут написано, About. Значит, он предназначен. Вот 49-я версия. Он работает на Ubuntu 14.04. Это длительная поддержка до 2019 года. И так же пишет, вот, что он запущен на Linux Mint 17.3. То есть, здесь практически все, как говорится, нормально. Имеется кнопочка, значит, на сайт, где всегда вы сможете найти необходимую информацию. Там, посмотреть видеоуроки, там, по настройке и так далее. Вот так вот нажимаете по файлику без волнистых линий. Командой видео CTB. Вот, нажали скачать. И он вам, как говорится, скачается в отдел загрузок. Вот, скачается моментально. Все, он уже, как говорится, у вас сидит. Надо, значит, пошли в папочку, посмотрели. Значит, сидит в папочке, но по умолчанию в загрузках сидит. Надо вам какую-то сборочку скачать. Вот, пожалуйста, смотрите. Значит, вот мои сборки. Вот, можно открыть. Есть сборки Debian. 32-битная версия 64. Сборки Mint. Значит, сборки Mint, значит, есть. Три 64-битные сборки. Вчера я закачал 32-битную сборку. И сегодня закачаю, значит, Linux Mint X-Face. Тоже будет 32-битная сборка. Позже сделаю Mate, ну и, может быть, если руки дойдут, сделаю кеды. Linux Lite. Значит, ну, Linux Lite тоже буду делать 32-битную сборку. То есть, чтобы у пользователей, даже со слабеньким железом, но, чтобы эти сборки, они их могли попробовать, протестировать и выбрать, на какой из этих сборок будет работать лучше всего их конкретное железо. Вот таким вот образом. Значит, встроенный, значит, блокиратор, значит, рекламы. И вот эта вот хитрая штучка позволяет, значит, вам, значит, если ее активировать, заходить на сайты, которые запрещены, как говорится, правительством конкретной страны. Если вы в России, то, значит, сможете захотеть на сайты, которые Россия запрещает. Я, допустим, нахожусь в другой стране, тоже есть ряд сайтов, на котором, значит, запрещается посещать определенные сайты. Вот нажимаете ее, и тут вот она, ну, выдает там следующие там прокси, и в режиме инкогнито вы, как говорится, все это дело делаете. Вот таким вот образом. Хорошая штучка, полезняшечка, потому что есть такое сейчас у правительств, что они пытаются, людей, как говорится, сделать для них интернет не свободным, а запрещать, так сказать. Но вот тем не менее, значит, всегда найдутся люди, которые смогут все эти вещи обойти. Значит, вот такая вот 32-битная сборочка Linux Mint X-Face версии 17.3. И сами будете настраивать, там столкнетесь с большими проблемами. Тут у вас уже все готово. Качайте сборку, ставьте ее, что не нравится, просто выкидывайте. А что нравится, как говорится, просто берите и оставляйте. Очень мне здесь всегда в X-Face нравится простота управления панелями. Сейчас покажу. Значит, вот посмотрите, панель, параметры. Вот я, допустим, нахожусь сейчас на первой панели. А я, допустим, хочу перейти, посмотреть на свойства второй панели, вот этой. И вот если сейчас я решу ее удалить, в смысле передвинуть, не получается. Открепить. И теперь я могу ее и сюда подвинуть, и сюда, и сюда. И как только мне нравится, где хочу, я там могу поставить. Могу сделать все это в вертикальном варианте, опять-таки. Вот. Взяли, как говорится, поставили. Но мне больше нравится горизонтальная. Вот. Хотя тут есть вариант, еще написано, боковая. Чем боковая отличается от вертикальной, собственно говоря, один бог знает, но тем не менее. Вот. Вот она наверху. Взяли ее, подогнали, ну, я не знаю, можете вот сюда вот так поставить. Я обычно ее люблю ставить ее так вот по центру. А, закрепили. Вот высоту сделал 40 здесь, и сделал высоту 40 пикселей здесь. Все. Значит, вроде бы как одной высоты. Дальше. Вот, допустим, я хочу, чтобы вот эта панелька у меня, значит, в свойствах. Значит, внешний вид, и я хочу сделать ее прозрачной. Вот, смотрите, как это красиво выглядит. Обе панельки прозрачные. Вот. Хорошо виден, значит, виджет конки, вся системная информация. И плюс, значит, всегда, значит, вот прямо с флешки вы можете сделать разметку жесткого диска. Там наберете пароль юзер. Запомните, у меня во всех сборках имя пользователя и пароль юзер. Поэтому запоминать очень легко. Вот, вы можете всегда сделать разметку жесткого диска. Вот я вам покажу пример. Допустим, следующей системой, которую я, значит, буду ставить, у меня, значит, будет вот эта. И я сейчас ее, например, размонтирую. И обзову я ее... Ну, допустим, буду делать мейт следующей. Вот так для себя я ее помечу, как говорится. Я нажму применить. Вот у меня следующим вариантом пойдет, как говорится, мейт. Забыл я что-то дописать? Ну, конечно, забыл. Взял, поставил черточку, дописал. Будет у меня мейт 32-битный стоять. Все. То есть всегда можно, как говорится, там подправить, там что-нибудь там сделать. То есть вот здесь вот архитектура, значит, видна моего, значит, внешнего жесткого диска. Я вот тут вот забыл поставить... Скорее всего, у меня тут стоит Linux Lite 64-бита, но это я еще пару раз перепроверил. Вот. То есть вот таким вот образом всегда можно, как говорится, там ориентироваться и прочее. Вот. Сборочка получилась очень хорошая. Значит, ну, я не знаю. Мне, по крайней мере, она доставляет просто удовольствие, потому что... Ну, сами понимаете. Ну, сейчас я в любом месте экрана кликну и вернусь обратно. Когда все настроено, когда все работает как часики, ну, это просто замечательно. Как SystemBug на русском языке работает, видели, и менюшку создают без кракозябров, и нормальные качественные изообразы создают, и плюс суперпрограмма, которая вообще вам позволяет игриться, все, что движется и колышется, создать архивированную копию на любом разделе жесткого диска или внешнего диска. Да, хоть это самое... Хоть в облако ее, это самое, эти копии закидывайте. Вот такая вот чудесная программа. Работа, значит, программа называется FS-архиватор. То есть, она ужимает все разделы, значит, или все отделы раздела жесткого диска, значит, только которые заняты. У вас может быть там 100 гигабайт на разделе жесткого диска, а всего там, фактически, может быть там 20 гигабайт. Вот она эти 20 гигабайт возьмет, да еще сожмет в своем формате, и положит, по вашему усмотрению, допустим, на другой раздел жесткого диска. Хорошая, просто великолепная программа. То есть, там, где не справляется SystemBug, помогает эта программа. Естественно, изообраз она не создает, она создает, значит, копии в своем формате, но программа, ну, просто чудесная. Потому что SystemBug, он работает хорошо только на Ubuntu, на Debian, на Mint, на Linux Lite, на Zorini, что-то там еще было, по-моему, со словом Simple, а, Elementary, по-моему, что-то такое. Ну, короче, система, которая понимает в терминале команду sudo apt-get, там install, что-нибудь такое. Если понимают они эту команду, значит, там можно поставить SystemBug, и там он будет работать, создавать прекрасные, изообразы вот таких вот сборочек, которые вы всегда можете взять и протестировать, и установить себя. То есть, вот это полностью функциональная, настроенная сборка. Сделана специально для ноутбуков, там, стареньких, слабеньких, там, машин, и так далее. Скажем, со слабым железом. Вот и все. Значит, спецификацию всегда можете зайти посмотреть. Это очень легко делается. Вот, выбираем, значит, вот наш X-Face Edition, и, значит, вот смотрим. Системное требование. Вот посмотрите. Минимальная, значит, оперативка от 512 МБ, ну, рекомендуется 1 ГБ, для установки требуется, значит, 9 ГБ, у меня, значит, вот тут со всеми программами заняло 10. Значит, и графическая карта от 800 до 600, то 1024 на 768 рекомендовано. Вот и все. Значит, 64-битные версии, значит, изо могут загружаться через BIOS и через UEFI. 32-битные, только через BIOS. Вот это вот прошу, как говорится, учесть. Если у вас поставлено UEFI, то вы этот образ не загрузите. Вот. Ну, практически вот такие вот самые необходимые сведения о сборочке я вам сообщил. Значит, ну, что скажу. Просто-напросто хорошая, нормальная, добротная сборочка, которая сэкономит вам массу времени, потому что гораздо проще, допустим, скачать эту сборку, установить ее на раздел жесткого диска, выкинуть то, что вы считаете ненужным и поставить то, что вы считаете нужным. То есть, процентов 80-90 работы за вас уже сделано. Потому что не каждый из вас может поставить коночки, не каждый из вас может настроить, допустим, систем баг, супер бут менеджер, там тоже геморройная установка обычно всегда бывает. А здесь оно все работает. Вот, смотрите. Вот я завожу User. И даже та функция, которая даже и сейчас там в групп менеджеры в официальном, если вот вы будете его там ставить, она не работает. Вот здесь вот, пожалуйста, вот он выдает меню, как оно выглядит, меню загрузки. То есть, я сделал так, что у меня оно все работает. Так что, для, так сказать, желающих избавиться от головной боли, вот вам практически готовая настроенная сборочка, и которая будет очень шустро работать на ваших компьютерах. Ну ладно. Желаю вам всего доброго. До следующих встреч.